Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору, конкретно Мишли, конкретно 21 глава. И конкретно сегодня у нас впереди несколько отрывков. Сейчас я скажу, какие. Как только включу, Инстаграм. У нас идет прямой эфир в Инстаграме, на странице платформы Воикра и в Фейсбуке. Так, хорошо. Хорошо, значит, мы не будем ждать, пока все соберутся, потому что многие смотрят уроки в записи. Им нет смысла ждать, пока все соберутся. Они включили, и пускай уже сразу идет им урок. Поэтому, поэтому, шалом еще раз всем, и мы начинаем. 21 глава написана так. Значит, мы остановились вчера на пятом отрывке, что, значит, вот давайте по-другому. С четвертого начнем, чтобы связать. Они все как бы идут, разворачиваются один из другого. В четвертом было написано, что высокомерный, и тот, у кого много вожделений. Даже если он пашет, пашет землю, то вот это вот действие злодеев – это грех. То есть, если изначально в его системе координат, в его системе мировоззрения нет связи с Богом, и он не направлен, что вот есть Бог, Создатель, он Богу Создателю благодарен, и он действует, исходя из определений Бога, Творца Мироздания, что такое добро, что такое зло. Так вот, если человек, он как бы себя отделяет от Бога, говорит, для меня Бог не авторитет, он злодей. И даже если он много и глубоко думает, даже если он профессор истории, который пишет в книге о истории мира, если он отделил себя от Бога, он злодей, все. То есть, это человек, который вступил в войну с Создателем Мира. Представьте, какую глупость надо иметь, чтобы выступать против Творца Мира и говорить, не знаю, кто такой Творец. Это мы знаем истории, фараон так говорил, и что потом с фараоном стало. Дальше, дальше, пятый отрывок, мы изучили, что есть люди, которые работяне, такие, да, и Макшивот, мысли, мысли вот этого человека, который, Харуц, прилежного, они его ведут все время к прибыли. Он думает, как создать добавленную стоимость, как принести какую-то пользу, отлично. И от Тарапыга, тот, кто спешит, опрометчивый, такой вот он, оп, у него все время что-то не хватает, Али Максор. Это вот мы выучили вчера. Теперь сегодня, шестой отрывок. Сегодня речь идет о том, что Значит, здесь говорится о человеке, о человеке, который, который, Пуэль, это тот, кто действует, Пуэль, это действует, да, он такой действует, и он действует, чтобы добыть сокровища. То есть, есть люди, которые действуют, чтобы добыть сокровища, но он хочет их добыть, белошон шетер, он хочет их добыть языком обманным. Значит, что, говорит царь Соломон, в этом случае Эвель не дав, он гонится за Эвелем, за суетой, за пустотой, и Мивакшей Мавет, он еще и просит смерти. Значит, объясняют нам комментаторы, что имел в виду царь Соломон. В то время, в то время было, как люди могли зарабатывать, да, в то время, то есть, не было такой технологии, как сейчас. Было два варианта, ну, глобально. Первый вариант, три варианта было глобально. Первый вариант был, это что-то выращивать. Ты что-то выращиваешь, или земледелец ты, или ты овец пасешь, и ты вырастил то, что ты вырастил, и ты это меняешь на другие виды еды, и ты так перебиваешься с хлеба на воду, с воды на чуть-чуть там мяса раз в год поел, и так далее. То есть, очень бедная жизнь была у крестьян-земледельцев. Второй вид заработка был забирать у крестьян-земледельцев то, что они выращивали. Это были всякие налетчики, захватчики, татаро-монголы, монголо-татары, и все типа Александр Мукдона, которые вот прям все пошли, сейчас всех ограбим, все заберем. Это был второй вариант, это быть грабителем. Значит, третий вариант был, это, третий вариант был какой? Быть торговцем. То есть, были люди-торговцы, которые там купил, там продал, грабителям заплатил чуть-чуть, значит, вот торговец. Вот было три варианта. Значит, здесь говорится о варианте, когда кто-то хотел, хотел он добыть сокровища, но обманным путем. Значит, был, например, Христофор Колумб. Да, Христофор Колумб, он поплыл на кораблях, четыре корабля, купцы скинулись деньгами, король его благословил, говорит, плыви, открывай новый путь в Индию, ты молодец. Он хотел Колумб получить сокровища. Был такой, я не помню, как его звали, который захватил Южную Америку, тоже он был Контистадоры. Он приехал, вырезал всех этих инков, там, всех этих, вырезал их, золото забрал, царю привез, значит, молодец, красавчик, хороший человек. Значит, а были те, которые, они подделывали деньги, подделывали сокровища, они были такие вот аферисты. Значит, это называется, говорит про них царь Соломон, что тот, кто, тот, кто хочет получить сокровища, но пытается это сделать обманным через обман, значит, он гонится за пустотой. То есть, ты гонишься за какими-то сокровищами мифическими, да, которые непонятно вообще, что они тебе дадут, то есть, вообще непонятно. И называет их царь Соломон, тот, кто гонится за этими сокровищами, что он гонится за паром, за паром. И он их также называет мивакшей мавет, но то, что они, они как бы для себя просят смерти. Я, когда вот этот вот отрывок изучал, я вспомнил недавно, я видел такую статью одну, что, статья была о том, что главарь азербайджанской мафии, да, по кличке Гуля, который отсидел там около 20 лет в тюрьме. И он, когда вышел из тюрьмы, он был другой главарь азербайджанской мафии, который держал все азербайджанские рынки по России и так далее. И этот Гуля, он начал убивать всех, которые были вокруг него, этого главного, который был глава азербайджанской мафии до него. И в конце концов убил его, убил его, киллер в центре Стамбула расстрелял его машину и стал главарем азербайджанской мафии, стал миллиардером. То есть, оказывается, вот эта вот мафия, она миллиарды. Ну, так написано было, я не знаю, кто считал их деньги. Но прошло 4 года, и те, которые были родственники вот этого предыдущего главы мафии, они наняли убийцу, внедрили его в окружение вот этого Гуля. И ровно в тот день, через 4 года, после того, как он убил предыдущего главу мафии, ровно в этот день, через 4 года, тот, кого он уже впустил в свое окружение и считал своим другом, он его убил, убил его, вот это было 19 или 20 августа, вот несколько дней назад. Это как раз вот об этом, что те, которые стремятся получить сокровища, но действуют они языком обманом, то есть, они гонятся за иллюзией, потому что сидеть где-нибудь в тюрьме и быть миллиардером, или сидеть где-нибудь в, там, дело было в Турции как раз, да, и знать, что тебе принадлежит Екатеринбургская овощная база, это все равно не идти пар. То есть, это некая такая иллюзорная идея, в которой ты, вроде бы, ты и хорошо себя чувствуешь, ты получил то, что ты хотел, но в этот момент заходит в комнату Тилер и тюж, и нету, да, в память о том, кого ты убил 4 года назад. Это примерно так современным языком объясняется 6 отрывок 21 главы о том, что происходит с теми, кто пытается получить сверхсокровища через обман. Значит, седьмое. И седьмой царь Шломо, он объясняет, предыдущий 6 отрывок, он объясняет вот так. Шодры, шаим и горем. Значит, насилие, грабительство злодеев, оно как раз и горем, оно им горем, оно является причиной того, что на них потом приходит. Потому что они отвергли правосудие, и получается, что их же способ жизни, их способ мышления, их способ действия, он вызывает на них же потом насилие. То есть, мера за меру, что посеешь, то и пожинаешь. На Востоке это называют законом кармы, а у нас в истории это 6 и 7 отрывок, в котором царь Шломо объясняет очень четко и понятно, как это все работает. Отлично. Теперь 8 отрывок. Говорит в 8 отрывке царь Шломо нам следующее. Значит, здесь очень, вот, и понимать вот то, что написано на иврите, каждая буква, каждое слово, то тут очень интересная такая идет, ну вот как бы видно из каждого слова глубинная суть. Вот смотрите, первое слово, афахпах, берых иш. Афахпах, афахпах, на что похоже? Как колесо такое, да? Афахпах, то есть переворачивается путь человека в азар, и он становится чужой. В изах, то есть слово зар и зах, они вот выглядят абсолютно одинаково в написании, потому что зар, это как заин, рейш, такая буковка, а зах, это та же буква заин, одинаковая, только не рейш, а чуть-чуть длиннее вниз палочка идет, зах. Но насколько разные слова. Слово зар переводится чужой, слово зах переводится чистый. Выглядят они абсолютно одинаково в написании, прям разница чуть-чуть, там кав софит, она такая длинненькая палочка. Получается интересная вещь, что человек, человек, он афахпах, то есть у него все время внутри переворачивается между добром и злом, между правильно-неправильно, между хочу-не хочу, делаю-не делаю и так далее. Это очень хорошо видно, вот эта вот изменчивая натура человека, есть такая мешна в трактате кедушин, который обсуждает вопросы, как мужчина женится на женщине. И там сам процесс, когда мужчина соединяется с женщиной в одно целое, называется кедушин, то есть она выделяется из всех и они становятся одним целым, это называется процесс кедушин. И вот талмуд, есть специальная формула, как это происходит, мужчина должен ей сказать, он должен ей сказать, вот этим ты посвящаешься мне, как бы выделяешься мне, и дать женщине что-то стоимостью прута или шаве прута, то есть что-то ценное. Значит, кедушин этот производится, когда он ей дает денежку вот эту, да, или что-то ценное. Теперь дальше, когда он ей пишет штар, штар это такое, как документ, или когда он уже с ней начинает жить, как сожительствовать. Но он при этом должен ей сказать, что вот ты выделяешься мне. И тогда они стали одним целым. Теперь талмуд, он исследует этот вопрос и задает вопрос такой. Вот представьте ситуацию, он ей сказал, вот ты выделяешься мне на условии, альманат, то есть он ей ставит как условие, на условие, что я коин, я священник по родословной, а выяснилось, что он не священник потом. Или он ей сказал на условии, что я богатый, а выяснилось, что он бедный. На условии, что я, там я не помню, что еще, какие-то разные варианты. В общем, если он, когда он ей говорил, вот ты выделяешься мне на условии, что я, и потом оказалось, что он ее обманул, то это недействительно, то есть то, что он ей сказал, что ты посвящаешься мне, становится недействительным. Но есть один случай, когда он ей сказал, вот ты выделяешься мне на условии, что я праведник, а оказалось потом, что он злодей. Или на условии он говорит, что я злодей, а оказалось потом, что он праведник, говорит нам Тора, что он должен ей дать уже разводное письмо. То есть брак состоялся, и он должен ей написать разводное письмо. Так спрашивают, почему? Если во всех случаях, когда он ее обманул, он сказал на условии, что я такой, а выяснилось, что он другой, он не должен ей давать разводное письмо. Почему, если он не сказал, что он праведник, а оказалось, что он злодей, или он сказал, что он злодей, а оказалось, что он праведник, он ей должен дать разводное письмо? Ну, отвечают мудрецы, что разница между праведником и злодеем, это нам сейчас, кстати, очень важная тема перед Роша Шина, перед днем суда, разница между праведником и злодеем, она может быть в одной мысли, одна мысль. Вот он сейчас злодей вообще, но в какой-то момент он остановился и говорит, Господи, как я мог так грешить, как я мог так жить, все, я, значит, больше так не буду вообще, я только буду теперь праведником, все, и я раскаиваюсь, вот все прям, и он в этот момент, когда он сделал раскаяние, он стал праведником, он же еще ничего не согрешил. То, что он грешил раньше, раньше-то уже нету, где живет раньше? Раньше уже нету, это некая виртуальная реальность, которая живет в памяти, и он уже в своем самоопределении, он в этот момент, когда он раскаялся, он стал праведником. Теперь, или идет праведник, вот он идет праведник, он праведник, 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 тут он остановился, смотрит идол какой-то, он говорит, эх, был я праведник, а сейчас пойду служить идолом, не дай Бог. И что? Он в этот момент злодей, все, что он раньше был праведник, то есть он в данный момент конкретно, он думает мысли о водозора и дала поклонства, он злодей. Поэтому, когда он ей сказал на условии, что я праведник, оказалось потом, что он злодей, или он сказал на условии, что я злодей, оказалось потом, что он праведник, Тора говорит, а ну в тот момент, когда он на ней женился, мы не знаем, кем он был, поэтому, а вдруг он был, соответствовал своим словам, значит, пусть дает ей разводное письмо. Теперь возвращаемся к восьмому отрывку, восьмому отрывок говорит нам царь Соломон, переворачивается путь человека, то есть человек, он идет по жизни, ну тут он так решил, там он так решил, тут на него так повлияло, тут так повлияло, То есть внутренний мир человека, он все время в движении, значит и что? Везар и он чужой, чужой это значит, что, ну здесь объясняют, вот если смотреть по комментаторам, Что есть человек, у которого больше склонность к греху, и он называется чужой, то есть он чужой по отношению к Всевышнему, вот это называется вода зара, чужое служение, да? То есть есть люди, у которых есть склонность к греху, и эта склонность к греху, она все время его поворачивает в сторону от Всевышнего, но не факт, что он повернется, может быть он в последний момент остановится, А есть люди в Эзах, Яшар Паало, а есть люди чистые, прозрачные, у них от природы, от Бога, они вот прямо чистые от рождения, такой у них как бы внутренний мир, И значит у него, Яшар Паало, все действия его прямы, все, это он нам сообщил о том, что, ну если так взять, как это можно понять для такой постоянной жизни, Что человек в себе не может быть уверен, это мы в Пертеевод учили, что, Пертеевод мы учили, что говорил Елель, Не верь в себя, ну то есть не будь уверен в себе до дня своей смерти, И не суди ближнего твоего товарища, пока ты не попадешь на его место, То есть очень надо знать, что человек и на себя он не может точно полагаться, А другого судить, так он вообще не должен, потому что он не понимает вообще, что у того в голове, Какие у него основания, какие у него там намерения и так далее, Есть люди, у кого больше склонность к греху, но тем не менее преодолевая эту склонность, Они могут стать, они могут стать величайшими праведниками, И говорят, есть тоже такое выражение, что, а Маавир Аль-Медотав, тот, кто сумел переступить через свои вот эти качества, Маавиримлю Аль-Коль-Пашав, тому прощают все его грехи, Тот, кто сумел победить в себе гнев, раздражение, когда он сумел победить в себе плохие склонности, Ему прощают все грехи, то есть мера за меру, ему так было сложно, Поэтому ему прощают, даже если он когда-то согрешил, И, значит, есть люди, которые от природы чистые, Но даже эти люди от природы чистые, попав в плохую компанию, Могут стать нечистыми, могут очень делать страшные вещи, Хотя по природе они чистые, но общество на них влияет, Как, например, лот племянника Авраама, пошел он в какой город? В дом, и вместе с домом он погиб, все. Но самое главное, не судить никого жестко, Потому что мы сейчас находимся перед днем суда, И та мера, которую человек меряет, меряет ему. Поэтому я считаю, что... Весь израиль есть у них доля в грядущем мире, Весь народ твой, все праведники, Навсегда он наследует землю, Саженец твоих насаждений божественных, Дело рук твоих возвеличится. То есть у нас есть, у нас есть, очень, очень у нас есть, значит, Средства, средства для того, чтобы получить хороший суд, Это что? Учить Тору делать заповеди и не судить никого, Пускай Бог, Бог добрый судя, он все знает. Все. Вот мне подсказывают, что лот не погиб, Действительно, лот сам не погиб, Город погиб, в котором он жил, Лота спас, спасли заслуги Авраама, И Всевышний жарился над лотом, Но лот чуть не погиб, действительно, Потому что пошел в неправильное место, И мы видим, что раз Бог все-таки спас лота, Значит, он, внутренний лот, был хороший человек, И поэтому Бог его спас в итоге, Но то, что он зашел в грязное место, Ему очень сильно повредило. Все. Всем удачи, успехов, счастливо. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok